Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, с вами программа «Жизнь и бизнес, основанный на ценностях», я Роман Дусенко. Мы в протяжении достаточно долгого времени пытаемся изучать влияние корпоративной культуры на управление, вообще влияние личности на управление. Мы заходим к менеджменту с абсолютно разных сторон, для того, чтобы научиться использовать успешные практики российских компаний и применять их в свою жизнь. Нет ничего лучше, чем поспросить у кого-то, кто как делал, попытаться это примерить в себе, попробовать, и если это работает, внедрить. Поэтому каждый раз в нашей студии интересный спикер. И сегодня у нас замечательная Марина Львова, директор по организационному развитию компании хе-хе.ру. В простонародье замечательный, говорит, Марин, доброе утро. Доброе утро, Роман. Ну, давай, чтобы нам проснуться, да, настроение такое, накачать нас энергией. Скажи, пожалуйста, как ты вообще попала в ЭЧАР? Вот почему в твоей жизни вдруг вообще управление персоналом возникло как настоящая жизнь, то есть целая-целая, это же работа, целая жизнь. Ты знаешь, из вредности. У меня очень забавная история с ЭЧАРом. Ещё в институте у меня был декан, который преподавал управление персоналом, и я была категорически не согласна. Со всем тем, что говорили. Ну, не совсем-совсем, но с очень многим. Вот. И в какой-то момент он мне заявил, что вот когда станешь ЭЧАР-директором, тогда я поговорю. Ты сказал, никогда не стану. И я такая, о, прикольно. Ну, это был третий курс института, и я решила, почему бы, собственно, и нет. И вот таким образом я, в общем, двинулась в сторону из маркетинга в ЭЧАР, потому что у меня хотелось тогда заниматься маркетингом. И, в общем, по большому счёту, подобным образом он задал некий вектор моего развития дальше, и я безумно благодарна ему за это. Слушайте, вот третий курс, а через сколько лет появилась первая ЭЧАР-ди? У меня? Да. Я ЭЧАР-директором стала в 24 года. То есть совсем быстро после института. Я быстро стала, да. Я быстро стала, потому что где-то, наверное, в 18 я начала работать в кадрах в автобазе и, собственно, заниматься кадровым документооборотом. Потом было кадровое агентство, потом дженералист. Ну, и, в общем, как-то всё очень быстро. То есть вы знаете всё, все зоны, как бы, вот… Многие. И скорее там на пальцах и на руках, поэтому, да, многие зоны. У меня, наверное, там одна из самых слабых зон моих это обучение, поэтому там у меня всегда очень сильные люди в команде для того, чтобы закрыть эту историю. То есть обучение там одна из самых таких слабых моих зон, остальное, да, на пальцах, на руках. А что это та самая сильная зона? Ну, самая сильная зона в связи с оргразвитием, в том числе, это процессинг. И это создание бизнес-моделей больше, чем HR-истории. И это, наверное, корпоративная культура. Вот, как ни странно. То есть мы по адресу? Мы, да, ну, в общем, наверное, да. Когда впервые вот пришло осознание, понимание, что такое вообще корпоративная культура? Ну, на самом деле, достаточно быстро. Ещё, будучи менеджером по персоналу, мне тоже, опять же, сильно повезло в жизни. Я попала в компанию и в команду, и к руководителям, для которых уже в начале 2000-х это была очень важная тема, и которые много времени и внимания уделяли, там, тогда часть из них это называло корпоративной культурой, часть идеологии. Но по факту мы изначально достаточно много вкладывались в это понятие. Плюс очень много связей на тот момент было с IBS. IBS – это компания, которая является родоначальником корпоративной культуры войти в Россию. Я, кстати, про Яну Кудрявцеву вспомнил. Почему? Потому что она мне говорила, что у меня маркетинг подо мной. То есть, да, а я когда… Вот вы мне сказали, что про маркетинг, я думаю, ничего себе, нормальная такая составляющая маркетинговая, да? И там же как раз, если про маркетинг говорить, то философия бренда. Конечно. И вот мне кажется, корпоративная культура, она, ну, прям вот растёт оттуда. На мой взгляд, корпоративная культура больше растёт из политтехнологии, нежели чем из маркетинга. Хотя маркетинг тоже частично это политтехнологии. Но для меня корпоративная культура – это скорее работа с идеологией, и, в общем, поэтому это очень сильно связано. Марина, а почему не с религией? Близко. Не с религией просто потому, что мне этически это, наверное, некомфортно на данный момент. Связывать, да? Да. То есть это исключительно из-за этики моей собственной. А так… Вы верующая? Я бы не хотела отвечать на этот вопрос. Ага, почему? Вот. Потому что сейчас, на мой взгляд, особенно если мы берём американские модели, очень много религиозных, религиозной составляющей, очень много фанатичной составляющей. Поэтому для меня это всё-таки… Я бы для себя это не соединялась сейчас. Я просто хочу уточнить. Религиозная составляющая не в смысле то, что они упоминают имя Бога в культуре. А именно берут полностью вот это вот последование. Ну, как бы… Опять, отчасти же, религия же это отчасти ты принимаешь всё на веру. Да. То есть там другого варианта нет, да? Я в этом смысле как бы, ну, православные, ортодокс, то есть они вот по дороге каждую среду у меня удаётся заскочить на несколько минут на службе постоять. Вот. И многие руководители, наоборот, они ищут там, черпают вдохновение. И называют это корпоративной религией. Не в смысле вот, ну, прям заставлять на веру, а в смысле вот лучшей практики, так сказать. Дайте. У меня, наверное, здесь, опять же, это исключительно этическая, идеологическая вещь, и она, наверное, не столько дискуссионная, сколько правда про веру. Для меня вера и религия – это разные вещи абсолютно. Вот. И в религии есть очень много вещей, где нет осознанности. Там слишком много вещей, которые люди делают, действительно просто принимая на веру. Для меня корпоративная культура и вообще культура жизни там в социуме, где я нахожусь, с принятием просто на веру является некомфортной. Вот. Мне бы хотелось находиться в компании, в окружении людей, сильно думающих и проверяющих, и сомневающихся, и ищущих постоянно там новую истину даже, возможно. Вот. Именно поэтому я не соединяю. Но на самом деле это терминология слова, да, то есть вот можно брать отовсюду. Вопрос только в том, какую культуру и какой базис ценностей закладывается в эту корпоративную культуру. Заканчивая вот эту такую фокус-группу, анализ высокоуровневый фокус-группы, докрутим философские понятия, то есть понятия корпоративной культуры, чтобы уже пойти в такие практические плоскости. Корпоративная культура, вот с точки зрения классиков, которые там писали когда-то, да, их очень много, поэтому трудно назвать какие-то фамилии. Они, в основном это западные книги о менеджменте, говорили, что это какие-то первые привычки основателя, это какие-то интересные события, которые были, реакция людей, и из этого складывались привычки, традиции и всё остальное. Я помню, мне повезло, я как-то раньше больше мог себе позволить путешествовать по Соединённым Штатам, и был в компании Запас, и вот там это прям характерно, характеризуется, перед чем мы как бы ещё и почитали книжку хорошо там про счастье, доставляя счастье. И вот там видно, вот традиция такая-то, правила такое-то, культура такая-то. Вот опять же, да, можно ли это доверять, просмотреть на веру, но вот, например, компании Headhunter сколько уже, наверное, под 20 лет. 20 лет, Роба, в этом году. Вот, я прям угадал, да, 20 лет. Тогда, когда её кто-то придумал, ведь она же прошла смену собственников каких-то, я помню, да. Сейчас это российская или иностранная компания? Российская. Российская была какая-то, это была... Тоже российская. Тоже, да, то есть у неё никогда иностранных корней не было. То есть вот когда первые там вот эти Headhunter сели в кружочек, когда это был какой-то, видимо, стартап, оттуда, наверное, пошли какие-то причины и традиции. Ведь правее этих же тоже нельзя, или до сих пор остались отцы-основатели? Ну, отцы-основатели до сих пор так или иначе в нашей орбите. Мы продолжаем общаться, и, к счастью для нас, они постоянно приезжают, и Юра, и Миша, то есть они присутствуют в нашей жизни. И, наверное, им огромное спасибо за то, что они заложили не какую-то искусственную культуру, потому что вы сейчас прям по запасу, по больному у меня прошлись, я тоже там была. Отлично. Прям вот это вот на уровне фанатичной религии. И они заложили самые важные, наверное, основы хэ-хэ, которые мы до сих пор стараемся максимально охранять и беречь, это свобода человека. И это, как бы, наверное, странно это ни звучало, в нашей стране это равенство внутри системы и возможность любому человеку найти то, что для него важно делать. И это очень высокий уровень уважения к человеку, к его выбору, к его возможностям, к его мнению, к его интересам. Дальше, опять же, это не стечение странных обстоятельств, ребята прекрасные рекрутеры, и когда Миша Жуков пришел на позицию генерального директора, он полностью разделял и разделяет эти ценности, и поэтому это то, что продолжает компанию, несмотря на смену собственников, несмотря на изменения там со статуса частной компании на статус публичной компании. Это все остается внутри просто потому, что для генералитета, скажем так, и для генерального директора, и для топ-команды это является очень важными личными ценностями. Мы как бы не просто разделяем их, мы живем этим, и для нас это важно как дома, так и на работе. И это не декларируемая история, это скорее вот там уровень «мы так живем». Марина, а вот вы помните свой первый день в Хэ-Хэ? О, я очень хорошо помню свой первый день в Хэ-Хантере, это был культурный шок. Почему? Ну, важно понимать, что я пришла на тот момент из структуры Газпромбанка, я первый раз попала в интернет-бизнес, это две разные культуры, это две разные вселенные. Я человек, который привык ходить полностью под расходу, с полосочками, живущие… С длиной юбки выше колена. Да, длиной юбки, да, цветом и лаком, и вот это вот всё. Человек, который знает, что для того, чтобы что-то изменить, нужно изменить регламент. Ну и в общем, как бы у меня такой бэкграунд больше жёстких процедурных вещей. Корпоративный, хороший корпоративный бэкграунд. Вот, и тут я попадаю в интернет-индустрию, это не только касается Headhunter, это в принципе у меня был шок с индустрией, но ХХ тоже тогда внёс свою лепту, и у меня был единственный вопрос, наверное, на протяжении года, как это работает-то вообще? Господи, да как? На чём это всё держится? Где служебная записка, да? То есть меня единственное, что примеряло, наверное, с реальностью и не дало уйти на тот момент, то что у меня культурология, ну то есть вот по культурологии с точки зрения бизнес-ведениям я очень не совпадала с компанией, и то, что мне не дало уйти, это, слушайте, ну они же 10 лет успешны, они продолжают зарабатывать деньги, ну просто интересно, как они это делают. Значит, что-то там есть, и в итоге, собственно, я думаю, что у нас произошла такая ассимиляция друг с другом. То есть что-то корпоративное появилось там, порядок какой-то появился? Да, там появился порядок, не только благодаря мне, но вообще команде, которая на тот момент выходила, это и Миша, и финансовый наш директор, появилась некая там другая эстетика даже с точки зрения поведения внутри компании, там одежда, у нас нет всё ещё дресс-кода, с надеждой в голосе. У нас всё ещё нет дресс-кода, но при этом есть определённые как бы внутренние такие договорённости о том, что хорошо, что нехорошо, что нравится другим, что не нравится другим. То есть можно было как-то одеваться так, что задевало других? Ну да, можно было, да. Вот, поэтому… Ну вот у вас так же, как в этом «Улицы пиратов», помнишь, как там в этом, там «Улицы тех», там всё остальное. Нет, нет, у нас сейчас, наверное, мы больше похожи на… Корпорация? Обычный бизнес, да, нормальных людей, особенно внешне, там у нас… мы разные, безусловно, есть очень яркие люди, есть, скажем так… Не потерялся Headhunter вот в порядке? Нет. Не потерялся, стало попроще, потому что стало проще сохранять идентичность, когда тебе не нужно каждый день придумывать, как заново подписать договор. Тебе не нужно каждый день думать о базовых процессах, о которых можно не думать. И высвободилось гораздо больше времени на то, чтобы придумывать какие-то новые фишки, на то, чтобы создавать какие-то более креативные вещи и решать более сложные задачи, чем, ну, заказ визиток, простите. Вот, то есть преодоление ушло на более высокий уровень, героизм стал чуть более оправданным, чем раньше, на мой взгляд, по крайней мере, поэтому… но при этом сам Headhunter не потерялся. То есть мы как были очень разные, у нас очень много разных религий, собственно, у нас разные национальности, у нас разные гендеры, у нас много того, чего, наверное, там в России не принято считать нормальным. Например? Знаете, ну, на самом деле, как бы я бы тоже сейчас, наверное, не хотела туда заходить, на эту почву. Мы не… ну, то есть у нас нет темы мужчин и женщин, мы не празднуем гендерные праздники, ни 8 марта, ни 23 февраля. И кто-то на меня обижается в компании за это, кто-то, наоборот, очень счастлив. Но для нас это важный аспект, потому что люди в компании разные. То есть вы толерантны? Мы более чем толерантны. Толерантны, наверное, такое замыленное слово – это принятие. Вот такое нормальное, обычное человечество. А в ценностях отражения – это в уважении? Это уважение. То есть реально три базовые ценности, да? Свобода, равенство и уважение. Нет, ну равенство – это скорее там в уважении тоже заложено. А декларируемых сколько ценностей? У нас нет декларируемых ценностей. Нет, они нигде не записаны? Нет. Нет, мы не декларируем ценности. Как человек вот приходящий, ну не знаю, вот вчера пришел человеку новый на работу. Да. Как вы ему там объясните, какие ценности приняты в компании? Смотрите, у нас каждый человек приходит со своими ценностями уже, да? То есть если мы говорим про уважение, и у нас есть онбординг, естественно, мы принимаем людей, руководители у нас все очень давно работают в компании, и рассказать, что принято делать, что не принято делать, они более чем могут. То есть какие-то границы все равно устанавливаются? Это у нас есть, конечно, у нас есть законодательные границы. То есть трудовой кодекс, правила внутреннего трудового распорядка, безопасность, ПВТР, режим дня, ну в общем и целом, да, режим дня в зависимости от должности. Если человек опаздывает и задерживается, это проблема? Смотря где, потому что есть профессии, и мы сразу предупреждаем, что там нельзя. Это все, что связано с клиентским сервисом. Есть разработчики, и у них достаточно свободный график, но там будет результат, спринтовый результат. Спринтовый, и там непримиримость к отсутствию результата со стороны и коллег, и бизнеса, потому что мы все зависим от него. Поэтому очень сильно зависит от роли, которую человек занимает в компании, и мы изначально оговариваем, какие особенности у компании есть. То есть мы немного, наверное, много отличаемся от компаний на российском рынке. В чем? Вот в чем это будет отличие? Чтобы вот приду я завтра к вам на работу, не дай бог. Мы очень эмоциональны. То есть можно покричать? Можно. Можно? Можно. А матом ругаетесь? Иногда. А, не знаю, любовь у вас бывает внутри? Конечно. У нас есть семьи, у нас есть дети хэдхантера. То есть вы не возражаете против брака внутри, любовных отношений, расставаний, интриг, слез, драм? Нет. То есть все разрешено? У нас разрешено фактически все, что не запрещено законом, не запрещено должностной инструкцией. Или правилами морали какими-то, разумными. Разумными. Да, опять же, они очень нигде же не прописаны. Вот эта вот история, что такое мораль, да. Есть такая фраза, это работа ничего личного. Вот у нас в компании ровно наоборот. Работа это очень личная, потому что мы находимся в офисе от 9 до 14 часов каждый день, и это прям очень личное. А когда это личное, там не может не быть эмоций. Слушайте, я вот… Можно на «ты» иногда я буду переходить? Потому что, да, мне тоже как-то тяжеловато. Я вот, Марин, знаешь, я когда поймал себя на мысли, что запас для меня чуждое. Да. Когда я пришел в столовку, и нам рассказали, что люди, когда увольняются, они испытывают очень сильный стресс. Их настолько подсаживают на эту корпоративную иглу вот с этой семейственности, что для многих могут, знаешь, быть психологические кризисы вплоть до там суицида какого-то, что потерял запас свой. И я тогда говорил, что, ребята, ну Oracle, например, там Судитский сад и кладбище тоже недалеко от как бы вот офиса, чтобы недалеко. В Google мы приезжали, там везде дети ходят, это все нормально, они там слоняются, на них там эти датчики, геодатчики написаны, что он за пределы этого не ходит. Ты говоришь, много-много живут. Ты знаешь, я, к сожалению, не так много общаюсь с молодыми, но когда я общаюсь, я понимаю, что мы ценностно абсолютно разные, мое поколение и поколение вот ребят молодых, для них важна суть, для них важно понимание, они не приемлют давление, для них здесь и сейчас важнее, чем потом и столько. Знаешь, Алла Цитоич у меня здесь была, она тоже из наших, из банкиров, она сейчас занимается развитием все эти, как эти, хостелы, но более премиум уровня, и они говорят, к ним приходят ребята, живут, им не нужны квартиры, они хотят жить в центре сейчас, им не нужны машины, они ездят на такси там. И другие руководители мне рассказывают, что были случаи, когда люди интересные, уверенные, они говорят, я приду к вам работать, а сколько вы у нас планете поработаете? Не знаю, пока мне будет нравиться. То есть, и там, если кто-то вдруг по старинке кто-то на кого-то там гаркнул, они, спасибо, до свидания, и они уходят. Вот это состояние, вот это внутреннее, что они постоянно там варятся, не создает ли вот этого искусственного, искусственной привязанности, что вот я без хитхантера не смогу потом дальше жить? Ну вот одна из составляющих моей работы на самом деле, и точнее даже, наверное, миссии или философии, не знаю, как правильно это назвать, внутренней. Чтобы у человека всегда оставался выбор. Меня запуск, могу честно сказать, минут через 30 убил, и это физическое ощущение. То есть, я не готова к столь фанатичной корпоративной культуре, и люди, я боюсь, что у меня в компании примерно такие же, и для меня очень важно, чтобы люди приходили на работу, потому что они выбирают сюда приходить каждый день, а не потому, что у них не было выбора. Зарплата у вас средняя по рынку? Чуть-чуть выше. Чуть-чуть выше. Чуть-чуть выше, можно заработать больше. Есть возможность. Есть. У всех. И у бэк-офиса тоже, у суппорта там, да? Да, да, есть. Потому что есть проекты. А можно работать на нескольких работах, например, или развиваться? Я, например, работаю в кадрах, хочу стать программистом. Можно ли мне там четверть ставки поработать? Можно. Ну, четверть ставки, может, сразу не дадут. Ну, там сколько дадут, да. Но то, что ребятам из разработки будет это прикольно, и они будут помогать. Понять. Понять, задачки давать. Можно пойти в школу программистов у нас. О, круто. Ну, то есть, много каких-то вещей, которые, правда, можно и горизонтальные, и диагональные. У нас плохо с вертикальным ростом, просто потому что система плоская. И не хотят, кстати, многие из молодёжной, хотят быть руководителями. Скажем так. Хотят быть экспертами. Скажем так. Вот молодёжь, она очень разная. Я всё-таки, наверное, я противник обобщений, потому что у меня есть люди, которым там за 40 и за 50, которые тоже уже очень устали планировать что-либо в нашей стране. Вот. И тоже живут здесь сейчас. Давно продали машины, дачи и прочую, как бы, то есть, у них есть инвестиционные какие-то вещи, с которых они получают пассивный доход. И, в общем, тоже давно подустали вот лютой ответственности, которая на них там сваливалась всю эту жизнь. Есть там те, кому ближе к 40, примерно в таком же состоянии. Есть ребята, которым 20 с небольшим, которые очень хотят быть директорами, потому что там мама и папа сказали, что это прикольно, ну и так далее. То есть мы все вот… Все разные. Все очень разные. Но то, что мы берём у штампов про молодёжь внутрь компании, это то, что смысловая нагрузка работы должна быть у каждого. Ты должен понимать, зачем. Зачем, да. Зачем ты это делаешь, для чего ты это делаешь. Мы очень социальный бизнес. У нас… Сколько? 18 миллионов резюме у вас примерно? 34. 34 уже миллиона? Уникальных резюме. 34 миллиона? Нет, это уникальных пользователей. Резюме там что-то как-то совсем много. Я сейчас не отвечу, потому что надо зайти на сайт посмотреть. То есть уже существенное по отношению к населению страны? У нас практически все, кто живёт в Москве, уже синие воротнички и белые воротнички так или иначе проходили через Headhunter. Мы дошли до городов 50 тысяч плюс именно с привлечением резюме в базу и, наверное, там уже, если два года назад мы бы сказали, что у нас там мы отстаём по синим воротничкам, сейчас уже это совсем не так. Напрашивается вопрос про Big Data, но пока не буду спрашивать. У нас есть Big Data. Нет, я про другое, я про другое. Про в целом можно посмотреть на рынок труда. Да, мы смотрим на рынок труда регулярно. Вот, мы на него очень активно смотрим, но это, наверное, вопросы больше к нашим аналитикам, это к вопросу о границах и рамках. У меня все внутренние вопросы, никто не рассказывает особо вовне про то, что у нас внутри, кроме меня и моей команды, и генерального директора, я не рассказываю о рынке труда, потому что это не моя тема. Ну, вот. И окей, тогда, если можно, вот ты знаешь, я для себя видишь нарисовал тут кубик такой, да. Знаешь почему? Я его нарисовал, потому что ты мне сказала, что у вас люди к вам приходят к своими ценностям. И у меня в голове сразу возник такая, знаешь, ну, это трёхмерная, это мало, конечно, но тут можно там многомерная корпоративная культура, которая является целостной, но в то же время состоит из отдельных элементов каждого взятого. И человек приходящий как-то встраивается туда. И доносит. Да, и ты знаешь, и встраивать, он может, а, он может встроиться или наоборот не встроиться, да. И, наверное, это классическое, ну, как и в любой другой компании. Но если он встроился, он получил синергию от того некого общего и добавил чуть-чуть своего личного. Но меня, как вот этого, знаешь, вот там, ну, хочется до нас, да, как, опять же, про Надею Черкасова, она говорит, она очень, очень большой руководитель, но всегда, когда приходят к ней сотрудники, она может спросить любую цифру. И иногда, вот знаешь, вот минус один, они как бы получили от минус два, от минус три, и такие пошли. А она говорит, а вот это что такое? А он не посмотрел. И она говорит, копни, говорит, чуть-чуть. И вот я тоже хочу вот копнуть. Скажи, пожалуйста, вот в этом кубике есть какие-то все-таки формализованные вещи, что все-таки можно назвать ценностями компании Headhunter? Три ты назвала. Это свобода человека, равенство, уважение. Что-то еще есть такое, что можно записать, что вот это ценностный ряд корпоративной культуры Headhunter? Смотри, мы несколько раз делали подход к формализации, то есть к описанию словами, и у нас есть следующие вещи, которые там критичны для людей, фокус-групп. Мы их не называем ценностями и, скорее всего, выведем как основные базисы компании, то есть на чем мы стоим. Принципы, может быть, да? То есть свобода, она напрямую связана с ответственностью, например. То есть это как два разных уравновешивающих полюса, да? Потому что ничего из этого не бывает само по себе, и абстрактные разговоры на тему свободы сложны, но их приходится ввести внутри компании. Слушай, мне очень нравится, это мне напоминает сбалансированный системы показателей. Да. И ты сейчас мне об этом говоришь, а так как я постоянно об этом думаю, буквально секунду тебе скажу. Мы продолжаем проект с администрацией Ленинградской области, и мы там делали, у них были принципы. И замгубернатор Дима Ялов, мы вместе учились с Кокмой, он говорит, слушай, Ром, а давай по-честному спросим людей, а есть ли антипринцип? И оказалось, мы провели анонимную анкетину, что у каждого принципа, который хороший, на самом-то деле есть такой антипринцип, и наша задача не вкручивать принципы, а уменьшать влияние антипринципов. И вот они, вот этот баланс. А у вас получается такой как бы свобода, с одной стороны, с другой стороны ответственность. Какие еще? У нас есть помощь людям, как базис, но на другой стороне это выгоды компании, в том числе, как цинично-не цинично, там можно это деньгами записать, можно еще чем-то, потому что мы коммерческая структура, и мы участвуем в благотворительности, мы многие вещи делаем просто так. Но ваша цель зарабатывать. Но наша цель зарабатывать, поэтому это все должно быть компенсировано, и по сути это там тема про клиента ориентированность, которая тоже достаточно… Еще какие-то есть полюса? Есть, конечно же. Есть профессионализм. Развитие, наверное, да? Профессионализм и развитие, да. Вот. Там есть еще несколько, которые пока находятся на уровне… В процессе формирования? В процессе договоренности с людьми, потому что вот эти вышли там сразу, и с ними более-менее все понятно. Вот. И мы много… Опять же, вот мы разговариваем регулярно, в режиме, что это для вас, а что это для вас, потому что это живая история, и взять и формализовать. Возможно, я просто не умею как, но мне кажется, что чем больше это живет своей жизнью, чем больше люди об этом думают каждый день, они просто принимают на веру, тем… Ну, для меня компания здоровее, потому что думающие люди для меня здоровая компания, принимающие на веру и идущие строем с обрыва не очень. Это да. Это да. Скажи мне, пожалуйста, вот у меня был кейс в моей жизни. Я пришел директором по организационному развитию когда-то, до вице-президента в Инвестбербанк, еще был такой банк, это потом мы его присоединяли и продали ОТП. И председатель совета директоров, собственник Александр Анатольевич Пономаренко мне сказал, слушай, я хочу тебе поставить задачу, справишься, молодец, не справишься, пойдешь на улицу. Он жесткий был такой человек и очень хороший. Сейчас, между прочим, вот аэропортовый комплекс Шереметьево, это вот он управляет, поэтому я знаю, что там полный порядок. Полный порядок. Да. И он говорит, я хочу через пару лет, зайдя в банк, остановить любого человека и спросить его, например, о стратегических целях компании. А он, знаешь, мы с представителем правления приходили, с Павелом Санчжем Бойко, и он говорит, вот вам листочек, а там три цели, там ROI, ну то есть какой рентабельный капитал, какой там total sale и там какая прибыль. Три параметра. А мы раньше расхлопывали на всю компанию, формировали стратегию, политику, стратегию персонала, продаж, все-все-все-все. Он говорит, я хочу, чтобы кто-то мне хотя бы сказал, в чем стратегия нашего банка. Я забыл про это дело. Ну мы просто там, мы внедрили KPI и все остальное, через какое-то время меня вызывает, там уже прошла сделка, все остальное. Он говорит, слушай, вчера, говорит, ехала в лифте с какой-то сотрудницей и вспомнила, говорит, спрошу-ка ей про стратегию, сказала. Вот если сейчас мы, сколько человек работает, кстати, в ХТС? Ого. Вы все удаленно распределены или как-то в одной кучке? Есть центр Москвы, ну то есть есть Москва, это центральный офис, есть Ярославль, это колл-центр большой, есть офисы в других городах, есть хоум-офисы, сотрудники дома, поэтому мы разные. Там, где больше всего кучки людей приходят, это Москва, например, вот мы с тобой вставим завтра там на проходной и мы говорим, какие ценности у компании Headhunter, что нам люди скажут? Я бы задавала этот вопрос, потому что люди скажут разное, 90% тех, кого мы встретим, особенно если они проработали больше года, назовут свободу, именно как, более того, скорее всего они скажут, у нас нет ценностей. Давай как-нибудь проведем такой эксперимент. У нас уже проводили, первая фраза, которая звучит от наших людей, у нас нет ценностей, не дай бог вам их вести. Вот, почему? Потому что мы не забываем о культурном наследии страны, у нас больно ценности, идеология, и как только мы переходим в этот режим, у людей сразу же срабатывает инстинкт защитный. Поэтому ты и сказала политтехнологии. Да, абсолютно, потому что нас нормально прокатило уже по ценностям всех, вне зависимости от возраста, а если брать совсем молодёжь, то у них, мне кажется, генетическая память срабатывает сейчас. И как только ты начинаешь дёргать за вот эти инструменты, это наша ценность, основная миссия, люди прячутся, они могут даже выучить их наизусть, но на уровне рефлексов стараются избегать как можно сильнее, и поэтому как раз там у нас эта история, ребят, у нас нет зафиксированных ценностей. Мы можем говорить о том, вот вопрос звучит у нас следующим образом, почему ты каждый день приходишь в эту компанию, что здесь для тебя важно, и вот это ответ на вопрос ценностей, почему каждый из этих людей выбирает приходить сюда. – Марин, ну вот я специально, знаешь, я же недавно проводил стратегическую сессию, они мне говорят, слушайте, ну зачем вы нас всё время провоцируете? Я говорю, ну мне же хочется, говорю, вытащить из вас суть. Москва, другая страна, это не Россия. Если бы ваш центр был, например, там, вот я знаю, Омск, большой город, но депрессивный. – Не надо, депрессивный город, у нас там даже офиса нет. – Да, вот, видишь, как я точно попал, прям, я там был часто, у меня там есть клиенты, Омский нефтеперерабатывающий завод, но там нет работы. – Да, я знаю. – И если вот, например, офис был бы там, и единственным работодателем был бы Headhunter и нефтеперерабатывающий завод, и выбор был бы только потому, что там нет ценности или потому, что необходимо как-то жить, чтобы получать зарплату. – Смотрите, это правда, есть города, и это не только Омск, то есть совершенно точно в большинстве городов, где есть офисы, люди к нам ходят, потому что мы беленькие, пушистенькие, хорошо платим, стабильные, не бьём людей, не орём на них, не штрафуем, ну и ещё много чего. – Где самый крупный, кроме Ярославля, вот такой офис? – Ну, Питер ещё. – Кроме Питера. – Остальные все примерно одинаковые. – 10-15 человек? – Да, около 10 человек. – Вот если мы сейчас позвоним, наберём, там туда спросим, здрасте, вы Headhunter, Headhunter, у вас есть ценности? Ну, примерно, что думаешь, скажешь? – Я знаю, что они скажут, потому что мы много общаемся с ребятами, и это не история, когда там где-то в Новосибирске есть какой-то офис, это тоже одна из базовых моих ценностей, разговаривать с людьми, вне зависимости от того, где они находятся, поэтому для них, наверное, там будет эта открытость и доступность руководства, возможно. – То есть всё-таки Headhunter, не просто потому, что платят зарплату? – Нет, не просто потому, что нет людей, которые работают, просто потому, что платят зарплату. – Очень сложно не пропитаться, очень сложно не зайти в эту тему, когда ты знаешь, зачем ты это делаешь. Очень трудно отстроиться от того, что все, ну там, или большинство делают это зачем-то, а ты просто зарплату хочешь получать. – Слушай, ну вот теперь самое мясо, как говорится, я вот люблю больше всего. Как тебе из Москвы удается перенести корпоративную культуру во все ваши офисы, и люди будут чувствовать, условно говоря, поляризацию или электричество такое же, как в Москве там? – Они всё равно такое же не чувствуют, это важно. – Ну понятно, чуть ниже градусов, как? – Ездить постоянно, команда директоров… – Лидеры есть? Роль лидеров в неформализованных ценностях во внедрении этой корпоративной культуры? – Нет, лидерство, то есть руководители на местах в том числе разделяют эти ценности, и здесь, как бы, если они не разделяют, у нас начинаются, правда, большие проблемы на местах, потому что… – Бывает такое? – Бывает. И это, ну, как бы, история… В Москве проще сохранять вот этот вот розовый мир с единорогами, потому что в регионах регулярно вскакивает картина «Гуляй, шальная императрица», «Царизма» и вот этого вот всего, что есть как бы… – А ваш сел, он какой, демократичный, он лидер, он проводит эти ценности, он показывается им примером? – Конечно, он является основным носителем этих ценностей, и, собственно, почти все ценности списаны с него, так или иначе. – Ездит ли он сам по стране? – Конечно. – Для того, чтобы транслировать этот ценностей? – Он обязательно есть по стране, далеко не всегда эта история там в лоб про ценности, он выступает на конференциях с клиентами, он рассказывает про нашу компанию, он общается с командами, он отвечает на вопросы, у нас есть коммерческий директор, который делает то же самое, и я… – Сколько вас вот кучка, могучая кучка? – Я бы, наверное, сказала, что у нас человек 15 минимум – Топов таких, да? – Топов, которые прям очень близки по ценностям, прям совсем близки. И есть, как бы, люди, которые тоже очень рядом и очень близки, это там, наверное, человек 40 точно, вот, которые способны вербализировать, не то что разделять, а просто постоянно говорить, и это в том числе руководители на местах, ну, то есть в регионах. Они приезжают в Москву, мы привозим людей в Москву постоянно. – То есть вы делаете ассимиляцию, и люди сюда ездят, и туда. – Да, да. – Ну, вот этот экспорт корпультуры, или корпультуры на экспорт, знаешь, такого… – Взял в чемоданчик и отвез, да. – Да, да, да. – Я, знаешь, нет, я такой бронзбоэт, и оттуда корпультуры поливается на всю страну. – Да. – Вот для простого сотрудника, я не знаю, сейлс, наверное, да, сидящий в городе, там, давай какой-нибудь возьму город, там, Челябинск, у меня что-то по Уралу там… – Прям, да. – Прям, ну ладно, давай, не Челябинск, хорошо, Хабаровск. – Ну, хорошо. – Я с Дальнего Востока, я дальневосточник в прошлом, ты где родилась? – В Пензе. – О, видишь, хорошо, вот где-нибудь посередине, Чита. – Допустим. – Или там, да. Вот простой сейлс пришел сегодня на работу, вот, ну, сегодня на работу, он работает где-то год, и вот он видит там, вот как до него дойдет, что он вот это вот станет человеком хэ-хэ. – Да, поняла. Смотри, начиная от офиса… – То есть, это какой-то бренд? – Корпоративная культура – это все, то есть, дьявол в мелочах. – Это маркетинг уже пошел? – Конечно же. Первое – это пространство, в котором ты работаешь, оборудование рабочего места, удобные стулья, удобные столы, освещение, воздух. – То есть, то, как моя попа сидит на стуле, тоже является корпоративной культурой? – Конечно. – Да, с нее начинается корпоративная культура. Мы можем миллион лет говорить о том, что мы заботимся о людях, а ты заходишь в подвал, и там нет воздуха, такой, и есть вопросы прям, ребят. Вот мы не говорим, что мы заботимся о людях. – Мы делаем, да? – Просто, ну, как бы, это… вот это как раз гигиена для нас. Дальше начинается история заботы о соцпакете, родственниках и прочей истории, да? То есть, когда ты чувствуешь себя защищенным и в безопасности. Как ты можешь об этом узнать? Это внутренний портал, это дистанционная связь, конфколы, которые есть, потому что мы интернет-компания, мы технологическая компания, мы на связи… – Дайджис какой-то ежедневный, да? – Ежедневный, да? – Все постоянно там в аппликейшенах каких-то, да? – Да, то есть, мы на связи почти 7 на 24 друг с другом. – Пять минут осталось, представляешь? – Хабаровск. Хороший пример, потому что у нас плюс восемь часов. – Семь. – Семь, да. – Привет, Дали, вы сколько? – Да. И это означает, что мы живём со сдвигом во времени, и при этом люди должны чувствовать, что они в одной среде, в одной культуре. И им приходится задерживать, и нам приходится раньше вставать. И вот эта вот коммуникация подстроена, несмотря на то, что там очень мало людей, у нас там четыре или пять человек, но мы начинаем общие собрания раньше для того, чтобы они могли на них попасть. Это тоже часть корпоративной… – Это часть культа. – Уважение. – Это уважение, конечно же. И вот в таких мелких историях, когда ты учитываешь интересы и возможности, люди и видят эти проявления. Когда, читая tone of voice, да, вот переписки контента того, что выдаёт компания и как она с этим работает, это тоже постоянная, это постоянная обратная связь от людей. У нас очень много каналов, которыми люди могут прийти и рассказать, что у них происходит, начиная от… – Ты получаешь информацию от ребят, ну от людей, которые просто внизу вот взяли тебе напрямую написали. – Да, мне напрямую, мне WhatsApp, почта, у нас есть внутренняя система, которая позволяет это делать как открыто, так и полностью анонимно. Миллион разных способов это сделать. И есть такая фраза, что, ребят, до тех пор, пока вы молчите, я ничего не сделаю. Слухи, сплетни – это классная история, но до тех пор, пока вы не готовы голосом разговаривать о проблемах, вам просто нравится жить в этих проблемах. Как бы мы можем решить много всего, мы не будем терпеть унижения людей руководителями, мы не будем много чего терпеть. Но до тех пор, пока это в курилке и, не знаю, на корпоративе обсуждается… – Слушай, вопрос один. Приведу пример. Опять же, из Нефтеобласти приехал один большой руководитель из Москвы на производство, ему говорят, одень каску. А он в дорогом итальянском костюме, в красивых туфлях, он посылает на три буквы простого рабочего, тот просто звонит своему руководителю, говорит, что так и так, но я не могу, потому что у нас правило безопасность. Через пять минут тому перезванивают и увольняют. Вот это и есть корпоративная культура? – Да, есть. – Мне кажется, в таком случае человек внизу скажет, действительно, наша корпоративная культура работает. А если бы его не уволили, тогда бы вот сомнения возникли. У вас бывает подобное, что вы кого-то за несоблюдение берете и увольняете? – Мы увольняем. Это правда. Это скорее не про несоблюдение корпоративной культуры. Это скорее про нарушения, связанные с работой. То, что вы сейчас сказали, это нарушения прямой техники безопасности. Вот. Это safety. И это тоже жесткая история у нас. Все, что связано с информационной безопасностью, защитой, распространением данных и так далее. За это жесткое. Точно так же последует увольнение. Мы максимально стараемся разговаривать и уберегать людей от любого унижения, которое может быть внутри команды или компании. Для нас это история, которая недопустима. Вот. И когда такие кейсы происходят, мы официально не имеем никаких инструментов уволить. Вот. Но абсолютно точно переводим на другие участки, где нет людей. Вот. Ну, то есть, вот какие-то... Опять же, если люди готовы открыто об этом говорить, потому что далеко не... Очень часто, особенно когда мы говорим про регионы, наша культурная история, она вот прям специфична. Люди жалуются в курилках. Они не готовы разговаривать. И это даже не про доверие. Это про культурный код такой. В нас зашито. Зашито. Боязнь. А что мы доносчики, что ли? Ну да, да, да. Ну, а как вы хотите, чтобы решались проблемы? Насколько для тебя вот культура и жизнь Headhunter является твоей жизнью? Она является очень связанными вещами, очень связанными для меня. Это там, опять же, очень личное. Это мой розовый мир с единорогами, с которым мне очень больно выходить регулярно. И мне очень кайфово от того, что есть такая возможность создавать немножко другую среду, где больше уважения к людям, чем в других компаниях. Или, я не знаю, там, то, что мы видим в метро за пределами, где допустимо гораздо больше, чем в стране, с точки зрения проявления себя и своей, как бы, сущности. И мне очень, как бы, радостно, что это получается делать хотя бы в отдельно взятой компании. Если бы у тебя была возможность внести поправку в Конституцию, вот ты какую бы поправку в Российскую Конституцию с точки зрения корпоративной культуры нашего общества внесла? Это, знаешь, толерантность, которую вынесли и пытаются вынести снова. И для меня это история, которая, ну вот, не очень понятна, и я ее не очень разделяю. Поэтому я бы, наверное, все-таки говорила о том, что люди разные, и принятие этой разности и есть сила. А то, что мы сейчас пытаемся сделать. Окей. И последний вопрос. А может ли быть жизнь без Headhunter? Что тогда стало произойдет? Да. Или для страны? Для тебя. Для меня? Ну, конечно, может. Безусловно, может, потому что жизнь, она многогранна, разная, и, скорее всего, это была бы наука и исследования в области поведения людей более теоретические, чем сейчас то, что у меня есть. Вот, просто с Headhunter это, там, сейчас на данный конкретный момент более классная штука, чем без него было бы. Спасибо тебе огромное. Время пролетело незаметно, эти 45 минут мы с тобой прожили. Спасибо. Уважаемые зрители, вот сегодня мы послушали очень интересный кейс, где ценности не формализованы, но жизнь по ним идет. И это, возможно, даже более сильный кейс, нежели когда формализованы и люди не живут по ценностям. Живите по своим ценностям, формализуйте их для себя. Каждый человек вправе иметь свою собственную внутреннюю корпоративную культуру, а если вы руководитель компании, подумайте о том, что важно для ваших людей и для себя. Спасибо большое. Марина Львова, директор профессионального развития Headhunter.ru. Пока, до следующих встреч. До свидания.